Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы и, конечно же, чемпионат России. 23-й тур и изюминка на торте – матч «Спартак-Зенит». Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронином и Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Я сегодня не случайно надел и темную рубашку, и темный пиджак, символизируя, как мне кажется, прощание с интригой. Интригой, которая умерла после 23-го тура. Мы уже не первую передачу говорим о том, что «Спартак» чемпион, скорее всего, но в этот момент мне почему-то еще больше кажется, что уже ничего не сможет помешать, и никто не сможет помешать, даже не сами себе стать чемпионом. Но об этом чуть позже, а пока поговорим о Лиге чемпионов. Давайте вспомним, друзья мои, результаты матчей, которые были зафиксированы несколько дней назад. Итак, Ювентус у себя на поле обыгрывает Барселону со счетом 3-0, Баруси дома проигрывает Монако, ну и Атлетика Лестер 1-0, достаточно предсказуемые, скажем так, да, и результат, и счет. Ну и Бавария-Реал, одно из украшений данной Лиги чемпионов, да, со счетом 1-2, Реал-Мадрид победил Баварию на ее поле. Друзья мои, какие-то открытия мы увидели в этом розыгрыше, все-таки 1-4 финала. Кирилл? Ну Монако, безусловно, оно и европейское открытие, как клуб, который прерывает такую гегемонию пассажир у себя в чемпионате, они сейчас на первом месте, по-моему, Монако, да, там блестящий подбор молодых футболистов, чернокожих, чем в принципе Франция славится, там очень подбор мощных форвардов, и для многих от неожиданности выход Монако в такую уже позднюю стадию достаточно, и такая шикарная игра. Ну и Лестер, который чуть ли не стоял уже на вылет, даже один момент. У себя в премьер-лиге, да. Да, у себя в чемпионате, но вот за лигу чемпионов хватается, да, и в этой паре, конечно, не решено, все, 1-0 позволяет Лестеру рассчитывать на положительный исход. Тем более там с пенальти забил Атлетика, Монако, лучший подборист. Да, и то, что говорить, если об открытиях, ну, а моя любимая Барселона уже так становится для нее традиционно такие шокирующие счета. Вот скажи тебе, да, год назад, что Барселона 3-0 проиграет Ювентусу, до этого ПСЖ, сколько-то тоже, да, 4-0, это, я не знаю, это очень не похоже на команду. Согласен, ты, болельщик, согласен. Барселон еще верит, что опять продадет тот же камбэк. Да, да, да. Я болельщик Барсенолу, говорю, камбэк не будет. Мне понравился, Олеш, можно еще продать? Да, да, матч понравился Реал. Ну, это самый классный был матч на Барселоне. Да, Реал-Бавария. Самый классный был матч. Реал-Бавария вела, и как тактически Зидан переиграл, да, вот. Вышла команда совсем другая, и моменты сразу появились. Ну, в общем, интересный матч, мне больше всего понравился этот матч. Два разных тайна. Да, интересно. Ну, это расстояние с тренинг сейчас происходит. Два разных тайна. Да, да, это вообще интересно было посмотреть. А по поводу Барселоны еще добавлю, вот знаешь, если бы были какие-то подозрения, очень как-то театральные и постановочные даже, может, такие подозрения закрасывают, что это все специально как-то происходит. То есть, Барселона играет сама собой, да? Я не знаю. Может, контракт такой заключили с букмекерской конторой для того, чтобы, ребята, принимайте ставки, а мы тут сделаем счет какой-нибудь необходим. Кто его знает? Жень, Монако играл в ЦСКА в одной группе, вышла из четвертой корзины. Мы говорили, как всегда, что даже из четвертой корзины ЦСКА достается самый грозный соперник. И сейчас мы видим, что, в принципе, одна четвертая финала. Монако побеждает Барусию, будет играть дома и, мне кажется, все шансы на выход в полуфинал. Да, согласен с тобой. Тем более, они сыграли на выезде, три мяча забили. Поэтому Барусии придется забивать намного больше мячей. Да, тем более во Франции. Либо забить один и не пропустить, что Монако, в принципе, невозможно. Потому что я сейчас даже смотрел игру Монако, которая у себя в чемпионате после Лиги чемпионов играла. Там свою лепту внес Фалькао, который был в тени в матче Лиги чемпионов. Он, соответственно, два решающих момента в концовке матча, два удара со штрафной дистанции и два забитых мяча победа 2-1. Что сейчас как раз, да, позволяет Монако быть на первой строчке у себя в чемпионате. Я вам больше скажу, да, по той же любимой статистике, что Монако, во-первых, забил больше всех мячей. Не только во французском чемпионате, но и среди топ чемпионатов европейских забил. То есть у них там под 70, по-моему, мячей у них забит. То есть они команды, которые абсолютно любят забивать. Это мы еще говорили до того, когда вот ЦСКА попал в эту сетку, да, все говорили, что Монако, Монако. Видишь, как оказалось, Монако вышло и весной. Сегодня, да, у нас играет Бавария Реал. И Лестор. Бавария Реал сегодня играют. Лестор атлетик еще. Да, чего ждать. Учитывая, что у Реала не будет играть Гаррет Бейл. Да, его все-таки решили попридержать, не давать ему, ну, после травмы, да. А у Баварии возвращается Роберт Левандовский. Да, лучший бомбардир команды. И что можно сказать про эту встречу? Вот с кем я общался, с любителями и знатоками футбола. Многие говорили, что Бавария сможет забить два мяча на выезде. Посмотрим. Бавария абсолютно точно сможет. Забить-то сможет. Сколько пропустить еще. Да, я думаю, что эта встреча будет, наверное, одной из самых интересных в четвертьфинале. Почему? Потому что вот если про Монако и тот же Атлетико говорить там, в принципе, уже более-менее ясно. И с Ювентусом я тоже больше чем уверен, что они не дадут Барсего не дальше пройти. То здесь может быть любой исход встречи. Но мне кажется, что и в основное время здесь все может не закончиться. 2-1 Бавария. А я вот, честно говоря, не соглашусь. Мне кажется, что вообще в этих парах ничего не понятно не известно. Я только хотел сказать, да. Вот мне вот так кажется. Два матча таких, которые вообще не понятно, что будет. Второй-то какой, Миша? Ну, Лестер... Нет, Атлетико Лестер понятно. Нет, почему понятно там? Нет, я имею в виду понятно, что ничего не понятно в этой паре. Да, да, да. Но, в принципе, а что мы скидываем Барселону? 3-0, 4-0. У ПСЖ отыгрывается Ювентус. Олег, ну, если ты любишь статистику, то мы тебе можем сказать, что Ювентус это команда, которая, если сейчас статистику поднять, вроде как ни одного мяча не пропустила в этом розыгрыше. Или один мяч. Поэтому Барселона даже с ее грозной силой в уходище. Поэтому здесь, мне кажется, Барселона там может забить эти три мяча. Но не факт, что они не пропустят. Да нет, я думаю, что все-таки нет. Барселона может и 4-5 забить. Поверьте мне. И вы это прекрасно помните. Это как было с ПСЖ. Не, ну, с ПСЖ и сравнивать защиту ПСЖ и защиту, сравнивать Ювентуса, сейчас совершенно разные защиты. Самая сильная, возможно, в Европе защита. Я думаю, что в Европе это Ювентус. Это однозначно. Поэтому Барсе будет очень тяжело. Мы уже их все выучили. Келлини, Банучи. Да. Поэтому можно списать на то, что все уже. Барса точно не пройдет дальше. А, ну что ж. Хотя обидно, я в Барсе переживаю за Барселону. Конечно. Ну что ж. Пока вот мы готовились к передаче, от Кирилла поступило предложение уже открывать конкурс прогнозистов. Ну, шампанское. Победитель будет в финале. Конкурс прогнозистов открывать. И, подводя итог вышесказанному и всей Лиге Чемпионской Компании, я думаю, что мы сегодня и завтра увидим потрясающий матч, который абсолютно точно наши, по крайней мере, предсказывающие прогнозы перевернут с ног на голову. На этой стадии других ожидать тяжело в матче. Согласен. Ну и возвращаясь к конкурсу прогнозистов, на прошлой программе, когда я спрашивал, как сыграет ЦСКА Ростов, Евгений абсолютно точно предсказал с Константином, предсказал результат. Ну и практически барабанная дробь, которая сейчас звучит во всех спартаковских сердцах. Кирилл угадал абсолютно точно, что обе команды забьют, что Спартак победит 2-1 и обязательно забьет Дзюба. Кирилл, тройное. Плюс еще он угадал счет Ростов-ЦСКА. Ну все хоро говорили, что Ростов-ЦСКА 0-0. Да, это правда. А это как 2-1 попадание Дзюба забьет, но это редкую удачу. Давайте посмотрим и вспомним результаты 23-го тура чемпионата России и мы уже плавно, а может быть и не так плавно переходим именно к этому розыгрышу. Итак, Спартак-Зенит. 2-1 вне всяких сомнений. Матч, который был не только интересен болельщикам, зрителям, специалистам, кому угодно, но и матч, где Спартак, скорее всего, оформил свое чемпионство. Арсенал-Локомотив. До, по-моему, 60-й минуты Локомотив не знал, что делать. Потом забил 3 мяча и получил столько же очков, сколько забитых мячей. Ну, дальше все понятно. Урал-Томи, Оренбург-Терек. Оренбург, кстати говоря, молодцы. Дома выиграли 2-1 у Терека, что тоже, в общем-то, немаловажно. Анжи-Крыльесоветов. Крыльесоветов барахтается, хочет выбраться из зоны вылета. ЦСКА Ростов, как мы уже сказали, 0-0. Абсолютно предсказуемый результат. Ну, и Анкар-Уфа выделили очки. Рубин Коснодар пропустил. Рубин Коснодар пропустил. Ну, Коснодар победил 1-0, мяч забил Федор Смолов, поэтому лучше бомбардировал. Огромный привет от всей программы «Все грани мяча». Итак, друзья мои, барабанная дробь уже звучала, а ее отголоски мы слышим до сих пор. Матч. Супер матч. Спартак-Зенит. 2-1. Именно с таким счетом закончился этот матч. Кирилл. Да-да. Ты был на матче? Это вопрос сразу. Побыл на матче? Плохо. На матче он не смог побывать. Но скажи, пожалуйста, есть у тебя внутри ощущение, что спустя 15-16 лет все, вы держите фортуну, если не за хвост, то по крайней мере за оперение. Закрыли. 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 Ну, да. Ну, признайся сам. Нет, Олег, в основном это ощущение такое, мне кажется, у болельщиков ЦСКА и «Зенита», которые уже коронуют «Спартак». И все, мы все-таки осторожно относимся. Мы хотим не растерять очки в матче с Ростовом и в матчах с ЦСКА. Вот. Для чего вам это надо? Потому что, ты знаешь, что вот несмотря на такой значительный отрыв 10 очков, Спартаку ни один матч не дался легко. Да. Практически ни одно матч Спартак бы не выиграл на классе. Всегда все победы были одержаны из-за запредельной самоотдачей. Асуфой. Да, недавний матч с Уфой. Не на классе, что ли? Ну да, 2-1 там было. И был педаль, который бил у Уфа. Да, да. Так, чтобы спокойно Спартаку что-то далось, нет. И поэтому не исключен вариант, что достаточно одного поражения и команда потеряет психологическую уверенность. Потому что чемпионского опыта у этого состава нет. Такого, как есть у ЦСКА или у Зениса. Я прекрасно тебя понимаю, опять-таки не хочется сглазить фортуну, чтобы отвернулась. Но 10 очков за 7 туров нереально. Чемпионат Англии, Челси, за 10 туров ввел 10 очков. За 10 туров? А сейчас 7. Сейчас остается 5. 5 остается туров. Нет. 5 туров, 5 очков. У нас 7. А у них остается 5 туров и 5 очков всего разница. Ты сравниваешь чемпионат Англии и России. Все короновали Челси. Где Crystal Palace может обыграть любого. А здесь Уфа может обыграть или Урал. Кого? У нас такие результаты были. Спартак? Да. Почему нет? Никогда. Сереж, проверять 4 очка это раз. И во-вторых, Тоттенхэм будет играть с Челси в ближайших турах. Поэтому можно перевернуться. Разница-то была 10? Была. Была. Здесь у нас немного меньше туров. 7 до конца остается. 21 очков. Мы привели статистику на всем известном федеральном канале, что никогда не было такого, чтобы за 7 туров 10 очков как-то догонялись, обыгрывались, побеждались. Был момент вот ЦСКА с Вокомотивом. Там игрался, мы это вспоминаем, с передачи. Там 7, по-моему, очков. 7 очков, да. Догнал тогда ЦСКА. За 8 туров. Был золотой матч. Но здесь 10 очков. Мне кажется, что Кириллу интересно до конца, как и всем футболистам. Потому что у футболистов, когда в микс-зоне после Зенита спрашивали, как вы чувствуете все, победа, мне кажется, что они от Карреры, это от главного тренера шоу, что они будут из матча в матча показывать чемпионскую игру. И я думаю, эта чемпионская игра будет до последнего матча чемпионата. А вот мне интересно, вот такое, как бы, Спартак просто хочет победить, причем это будет за последние там, не знаю, 15 лет самое большое преимущество над второй командой. Потому что, да, обычно бывает один, два очка, там, три очка. А тут, что, Спартак хочет, там, 10-15 очков от второго места? Спартак хочет победить. Спартак хочет победить. Чтобы Спартак победил, достаточно одного очка отрыва. Кирилл будет рад, будет одну очку, Спартак станет чемпионкой. Даже если будет ровная. Даже если будет ровная, все равно, если не факт, что если ЦСКА будет одинаковое количество, то будут смотреть. ЦСКА первый матч со Спартаком как сыграл? 1-1. Как проиграли мы в этом? В этом чемпионате мы проиграли. Как проиграли? В каким счетом? 3-1 мы проиграли. 3-1. Да. Через два тура ЦСКА играет со Спартаком, побеждает 3-0. И в случае равенства очков ЦСКА впереди. Ну вот, видишь, ты же там все знаешь. Нехорош, я буду здесь, если я сейчас скажу, что да, Спартак чемпион. Спартак чемпион, друзья мои. Мы тут с вами через 7 недель соберемся. Спартак чемпион и чемпион тот, кто дозвонился только что за нас. Добрый вечер, давайте общаться. Тебя побьют после передачи. Да точно. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Связа. Мне кажется, что Кирилл скромничает. Спартак чемпион, это совершенно ясно. Ему достаточно набрать 12 очков. Он 3 матча может спокойно проиграть. Абсолютно. От 12 он наберет всегда в оставшихся 7 матчах. И я думаю, что он досрочно станет чемпионом. Абсолютно точно. Если не выиграть, то купит. Судя по игре, как играет Спартак? Юрий Сергеевич, помните, мы говорили такое, чемпионская игра. Вот мне кажется, что именно этот термин применим именно к сегодняшнему Спартаку. Спартаку. Совершенно верно. Согласен. Будет несправедливо. Я думаю, что у них хуже сыграет и ССК, и с Ростовом. Я думаю, они их не становятся равно. Спартаковцы будут чемпионы. Спасибо, Юрий Сергеевич. Чуть позже свяжемся и поговорим о ЦСКА. А теперь вспомни мои слова. Пророческие слова. Когда пришел карьера Спартак, я сколько раз говорил, посмотрите на игру Спартака. Как изменилась игра Спартака. Как карьера мотивирует. Какой он тренер. Действительно, самый лучший клуб сейчас получается. Сейчас будем говорить. Хорошо. Раньери. Привел Лестер к чемпионству. Какой клуб. Сколько сделал. Как построил игру. На следующий год Раньери команда опустилась. Страхов. Он что, Спартак? Я про что говорю. Мы говорим про этот сезон. Конечно. Я про этот сезон. Я не говорю, что там… Это было эмоциональное решение Федуна. Поставить карьеру, с которым я знаю. На тот момент он лично даже ни разу не общался. Просто. Когда он уволил Оленичева, он поставил карьеру, которую лично не знал. Эмоциональное решение. Ну, когда-то должно к Федуну повести. Потому что такой чемпион по неудачным кадровым решениям был. Ну, наконец-то вот. Все-таки он признает, что Спартак чемпион. Все-таки, да? Нет. Потому что тренер хороший. Тренер хороший, правильный. Он мотивирует. Ты посмотри, как он мотивирует игроков. Как он весь в игре. Подожди. А что у нас какой-то тренер не мотивирует игроков? Я еще заметил. Хотел рассказать. Я всю неделю думал. Думаю скажу. Выиграют в основном клубы, где собирается банда. Действительно. Банда игроков собралась. Вот вспомни пионерский состав Спартака, когда он выиграл. Замечательное чемпионство было. Они были собраны действительно так, что команда разрывала. Не сказать, что она там супер-пупер была, звездная какой-то состав. Но они действительно были одной командой. Они бились и они выигрывали. Нет. Сейчас видно, как команда играет за тренера. Абсолютно. Для тренера. Абсолютно. Очень тяжелый был момент в матче с Зенитом. Второй тайм. Начало второго тайма. Мне удивило, что Каррер сказал, что это было его решение. Отдать мяч Зениту и поиграть в защиту. Хорошо, что Зенит не додавил. Было видно, как ребята на морально-голевых качествах, преодолевая себя, опять забрали к себе инициативу и довели мяч до победы. Потому что было тревожно смотреть. 15-20 минут второго тайма. Это именно тот характер, который... А тебе чего тревожно? За Спартак болеешь? Да, конечно. Я за Каррера. Как замены Кирилл повлияли на эту встречу. А замены Самедов, смотри, второй гол забивает. И он забивает второй победный гол. Мне кажется, эти 6 очков на вес такого... Нет, друзья мои, Самедов забивает 2 мяча и оба победных. Глушаков первый раз в карьере забивает 3 мяча, 2 из них победные. Ну что говорить. Промес, конечно, красавцы. Ну а промес это... 90% легионеров не отдали бы пасу Самедову. Я вот так подумал. Потому что позиция у него тоже была неплохая. Можно было ударить. Ну не, защитник его накрывал. Но он все равно, знаешь, вот этот... Защитник его душил. Эгоизм. Один душил, а второй тоже накрывал. В центре поля, когда я его встречал. Эгоизм. Там был фон, чистой воды. Кто знает, как бы этот момент закончился, упади бы легионер Спартака. Но он нашел в себе силы, развернулся. Да, он действительно устоял. Вот это тоже плюс, смотри какой. А Самедову осталось только попасть. А будет на его месте Дзюба, упал бы 100%. Я даже в этом не сомневаюсь. Нет, Дзюба не упал бы. Дзюба просто рухнул бы. А наш телезритель, который до нас дозвонился, уже готов с нами пообщаться. Добрый вечер. Да. Да. Алло. Да, нас слушаем. Я хотел бы вопрос задать Кириллу Музалесскому. Да. Я хотел бы вот такой вопрос задать. Если, например, ходят слухи, что Квинси Промес покинет Спартак после завершения вот этого сезона, есть ли у него замена вот Зе Луиш или Луиса Адриана? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я как раз хотел вот перейти к тому, у нас был очень легкий состав. Впереди просто летучие Ананидзе, Эверин Попов и Промес. Просто нам массы Спартаку очень не хватало. 5 человек 150 кг на 5 человек. Легкий летучий состав. Но, может быть, в этом как раз и был наш плюс. Потому что, как выяснилось, что и нету какой-то не слишком поворотливый у Зенита. И другой защитник забыл, кого они там еще подели. Иванович. Вот, да. Иванович, который в «Локомотиве» начинал в свое время играть. То, что касается этих игроков, которые у нас не было, нападающих, они, конечно же, Промеса заменить не смогут. А игроки совершенно другого ампулуайна, можно сказать, не такие дыровитые далеко, как Промеса. Мне кажется, он не уйдет. И Спартак станет чемпионом, он точно не уйдет. Я думаю, он отыграет сезон в Лиге Чемпионов. И потом уже… Ну, по-всякому это будет правильное решение. Скажи, где вы нашли этого Промеса? Где вы его нашли? В Голландии. Откуда он взялся вообще? Ну, в Голландии. В Голландии ты сам знаешь, какие школы и сколько молодежи. Несмотря на то, что сейчас сборная Голландии не блещет, но все равно это игрок сборной Голландии. Так что у него… Где мы его нашли? Все-таки так что-то он известный. Он же отказался в зимний период переходить. Были предложения хорошие ему. Я думаю, что он еще сезон отыграет. Во-первых, я думаю, он сыграет в Лиге Чемпионов. Если мы туда попадем, это его капитализацию увеличит. Если вы будете чемпионом, то вы туда попадете по-любому. Ну, я оговориться должен. Причем с первой корзины. Да. То есть промис не уйдет. Я так считаю. И в болельщинских кругах так тоже настроено. Ну, что ж. Конечно, я больше чем уверен, что болельщикам ЦСКА и Евгению, и Юрию Сергеевичу, и многим остальным немножко печально, досадно, что Спартак наконец-то прерывает вот эту 16-летнюю засуху своих чемпионов. Но, как говорится, абсолютно заслуженно это делает. Не соглашусь. Не соглашусь, что абсолютно заслуженно. Почему? Нет. Играет он по составу все хорошо. Но если все-таки быть до конца армейцем, то я все-таки скажу, что Спартак побеждал в истории России. Он побеждал в тех чемпионатах, где слабые были конкуренты. Сейчас, на самом деле, кризис идет практически у всех топ-команд, которые занимали первые места. И у ЦСКА кризис, и у Зенита кризис, у Локомотива кризис, у Рубина. Да, действительно, на этом этапе Спартак показывает чемпионскую. Это ваши проблемы, друзья. Согласен. Согласен. Если брать ЦСКА, если набрало меньше очков по сравнению с прошлым чемпионатом, то это на два или на один. ЦСКА с Зенитом идут по очков в графике прошлого года. Так что извините, я бы не сказал, что настолько слабее вы стали. Спартак идет на рекорд по количеству очков. Это статистика. Все правильно, да. Мы говорили в прошлой программе, что 58 очков Мы в прошлые годы, вы 7 лет не могли нас обыграть, правильно? Вот о чем я говорю. Ну было, да. В последнее время мы постоянно… Вспомни, в 2005 год ЦСКА взял чемпионство, набрав 58 очков. Сейчас у Спартака 54. О чем мы говорим? Еще сколько играет? Спартак под 70 наберет очков. Попомните мои слова. Ну а мы еще, конечно, поговорим о Спартаке. Извините, ну, наверное, нет смысла говорить. Команда, как сказал, гуру спортивной журналистики Геннадий Сергеевич Орлов. Орлов. Луческу просто не подготовил команду к этому матчу. Переходим к следующему. Арсенал-Локомотив. С одной стороны, вывеска достаточно блеклая. В том плане, что Арсенал на предпоследнем месте. Локомотив до этого матча занимал десятую строчку. Но! Локомотив за этот тур совершил подъем на грузовом лифте и сразу на тепловозе, да. И сразу поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Константин, все-таки стоит задача. Выше, выше, выше и выше и выше. Стремим мы полет нашего паровоза. Да, конечно, стоит задача. Вне зависимости от того, как завершится кубковая финальная встреча. Сегодня пришла смска о том, что есть возможность полететь на финал в Сочи. Очень интересное, выгодное предложение для болельщиков локомотива. Учитывая майские праздники. Учитывая майские праздники. Да, там чартер, приятные цены на билет. Кто вдруг окажется там 250-500 рублей. Я думаю, это не космические цены на финальную игру. А что-то Женя переживал по поводу финала неудобно смотреть. Ну, это же рабочий день. Все-таки попутал тогда и сказал, что 2-го числа у нас не рабочий день. Мне кажется, 2-го мая это у нас рабочий день как раз. Нет, нет, 2-го мая это 3-го рабочий день. Вот, соответственно, наверное, и то я могу ошибаться. Не принимайте тебя за чистую монету. Люди не работают. Люди пойдут на работу. Да. Люди пойдут на работу. Олег сказал, да. Олег сказал, да. Передачу сказали, да. Все поедут на финал в Сочи. А ему можно верить. Да, а что касаемо этой встречи, Арсенал Локомотив, как ты правильно в начале программы сказал, все было не очень радужно, до 60-й минуты. Но благо в первом тайме Арсенал получил удаление. Красный свет перед собой видел один из игроков Арсенала. И здесь Локомотив, как мне кажется, тактически переиграл своего соперника. Стоит отметить, мне кажется, прямо сейчас, если мы сравним, да, там, Промас, одного из лучших игроков вообще всего сезона. Соглашу вас. То, как сейчас весенний чемпионат, ну, как после паузы начал играть Фернандеш, полузащитник Локомотива. Одно удовольствие смотреть его игру, его забитые… Да, он уже в победах мячей забил и в губке, и в чемпионате. Было сравнение, как Фернандеш только когда пришел в команду, к тому же Арсеналу Тульскому забил тоже красивейший мяч. Этот мяч Фернандеш в итоге, если не ошибаюсь, в тройку лучших этого тура вошел. Не, не, красиво, красиво. А как забил Промис, вот извините, я немножко перебью. Опять возвращаюсь к Спартаку, все, не могу я успокоиться. Какой же красивый мяч забил Промис. А вот передача от Лушакова. Передача от Лушакова. Две шведы. Прям подрезаешь, что называется. Ну и удар Промиса. Да вы не видели, какой Луценко забил гол Сибири, блин, в первой лиге. Мы обязательно сейчас это увидим, но только после того, как поговорим с нашим телезрителем. Может быть он тоже видел и хочет нам об этом рассказать. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Магомед, я из Ставрополя, ваш постоянный зритель. Да, привет. Я поверщик ЦСКА. Да, Магомед, привет. Значит, я что хотел сказать по поводу очков. Вот говорили по поводу того, что вот в этом году ЦСКА, вернее, где Спартак набрал количество очков, которые в прошлом году только чемпионами стали ЦСКА. Так вы об этом и говорите, что соперники слабые и цена очков очень нивелируется. Это все оговорки, уж простите, для бедных. Как в прошлом году, если бы соперники были сильны, как в прошлом году, и Ростов, и Краснодар давали бой, то и очков бы меньше набрал Спартак в этом году. Поэтому говорить о том, что большое количество очков Спартака не говорит о том, что это великий сейчас клуб и сильная команда. Это то, что им даются легко игры, потому что соперники слабые. Друзья мои, интересное мнение. Вот какой матч Спартаку дался легко? Вот какой? Да нет такого матча. Да есть. Нет таких матчей. А ЦСКА прямо разувало всех, да? Всегда. И с Уфой, и с Уралом. Прям такие матчи были, мамы не горюй. А можешь Мордовию вспомнить прошлогоднюю? Вспомни. И какие результаты были? 6-4. 6-4. Ну мы же обыгрывали ее. А не Спартак обыгрывает? Нет. Ну только вы Ростов не можете обыграть, когда задача стоит. Ростов в Европе, Барселона обыграть не могла. Забить не могла Барселона. Европейские команды не могут забить. Правильно, правильно. А у нас с нашим нападением 2 инвалида бегают. И мы хотим, чтобы мы обыграли Ростов, которого мастерами забили. Аааа. Вот что дело. Два старика в обороне, 2 инвалиды в атаке. А может быть, теперь скажите мне. А там молодежь. Там Зелуиша не было. Адриана не было. Играл Промес, который вообще не его позиция. И тем не менее. Посмотрим, как Спартак играет с Ростовом. Посмотрим. Да какая разница уже? Посмотрим. Нет. Обыграть ли Ростов? Спартак обыграть ли Ростов? Вы сами отдаете чемпионство Спартаку. Но я же тебе говорю, что нам неким сейчас играть в нападении. Это ложь. У вас есть и Витинью, и Ионов, и Аланары, и Федор Чалов, и Джамалиев. У нас нет Олега Федорова, понимаешь? В нападении. Он был бы Олега Федорова в нападении. Точно бы выиграли бы. Боже мой. Простите меня, наши дорогие телезрители. Я бы хотел Магомеду немножко ответить. Все-таки наш чемпионат можно обидеть в чем угодно, но он достаточно ровный. Ровный. И турнир один из самых сложных в Европе, так сказать. Потому что нет у нас такого лидера. Вот нету. Потому что все упираются очень сильно. Нет Ювентуса, как в Италии. Нет Баварии, как в Германии. Телеминирующего самца такого нету, альфа-лидера. Поэтому у нас очень тяжелый чемпионат. Соглашусь. Константин, возвращаясь к Локомотиву. Локомотиву есть разница с четвертого, пятое место занимать? Конечно, есть. Все-таки еще есть надежда на Зенит обойти под бронзу. Конечно, есть. И сейчас у нас разница от четвертого места от Краснодара четыре очка. Для Краснодара четыре. Да. И Локомотив, если обратно к статистике возвращаться, твоя любимая Олега, вторая по месту команды, которая меньше всего пропускает мячей. 16 после ЦСКА. После Ростова. У ЦСКА 13, у Ростова 12, у Локомотива 16. Это команда, которую очень редко пропускают. Защиту стоит отметить. И, опять же, возвращаясь, как бы ни сложилась кубковая встреча, Локомотив будет биться за четвертое место. А, возможно, и кто знает, как будут дальше соперники играть за бронзу чемпионата. Но тут еще один факт. То, что от девятого места, от Ростова до Локомотива, да, до пятого всего одно очко. А, там 33 очка. Да. И тут может быть все, что угодно. Понимаете? И как сложится дальнейшая судьба. Конечно, Ростов в следующем туре обыгрывает Спартак. Угу. Да? Да. Обыгрывает Спартак. 1-0 запросто. Что, Спартак не сможет от Ростова пропустить, что ли? Сможет. Боже мой. Ростов не пропустит. Вот это да. Раз уж мы столько времени говорим о Ростове, давайте уже и об этой команде мы поговорим. ЦСКА-Ростов. Счет 0-0. Как говорится, вот эти вот баранки на табло показали в общем-то и баранки в атаке ЦСКА. Ну и соответственно… Удара в СТОР были, Олег. Я думал, что это не будет ударов в СТОР. Я сказал, что скучный? Ну в твоих словах вот это… Ростов ЦСКА. Нет, так нельзя. Ростов ЦСКА. Обычный. Обычный. Хороший матч. Обычный. Обычный. Хороший матч. Чемпионат. Папа, вышли денег. Я что? Папа. Пива нет. Да, да. Нет бы написания. Пива? Нет. Что ты сказал? Прошу прощения, у нас телефонный звонок просто разрывается. Тысячи телезрителей хотят нам дозвониться и поучаствовать в нашем интерактиве. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Олег, все, кого ты перечислил в ЦСКА, это не игроки. Они просто присутствуют. Понятно. У армейцев есть защита и вербум. На этом все. Да, согласен Юрий Сергеевич. И вратарь. Забивать нет. Правильно, Жень, да? Да, абсолютно. Абсолютно. То есть, по-вашему, человек, который признал… Человек, который признал лучшим в Европе среди молодых игроков… Головин. Головин и Джамалиев. И Джамалединов. И Джамалединов. Это кто-то не считает. Я так не считаю, как болельщик. Да потому что их не выпускают. Ворот попасть никак не может. Он в ворот попасть не может. Попадет. Сколько не бьет, все мимо, да мимо. Вот как раз с Уралом их с кем-то играет СВСКА. Пора Боже, наверное, хотя бы в створ попадать, все же не забить. Так что я с тобой не согласен. Вот я теперь чисел. Полкоманды есть, полкоманды нет. Поэтому игры соответствующей нет. Все. Спасибо. Олег, Жень, единственное светлое пятно, мне кажется, ЦСКА – это клуб, который доморачивает своих же футболистов и доводит до первой сборной. Они играют. Играют. Не играют. Играют. Кто играет? Где Базилюк? Где он? На Сахаре не Базилюк-то? Вспоминать, наверное, реже сейчас будем, потому что он играет в Европе. Но единственное светлое пятно, мне кажется, что здесь команда из года в год дает какого-то нового, свежего игрока. Будь то Чалов, Жималединов, о котором мы уже говорили. Тот же самый Головин. Вспоминая ранее, Шейников прекрасный, да, футболист. И это все понятно. Но как с психологией разбирается в клубе главный тренер? Какой психологии? Выпусти Чалова вместо Аланары. Человек, который тяжеловат для обороны Ростова. Олег, но мы же не знаем внутреннюю кухню, как тот же Чалов себя проводит на тренировках. А Рун пишет? А Рун, да. Нет. Не очень качественный. Согласен. Согласен. Выпусти Чалова. Ну попробуй, парни, учитывая, Жималединов как... Он играл за молодежку, поэтому и не упускаю. И что? Ну не пускай его за молодежку. Хорошо. Олег, а можно сказать о ЦСКА, что эта команда, будучи Милану всем известному, забьет, победит. Не забьет, не проиграет. По-моему, сейчас так ЦСКА и играет. Согласен. По крайней мере, мы не проигрываем. Это говорит о том, что все-таки... Да ЦСКА забил меньше мячей, чем Рубин. Да ладно. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу. Статисты. Да условно. Хорошо. А не надо. Меньше всех пропустил, но забили вновь. Но в тройке мы по забитым мячам идем. Вас точно нет. Да ладно. Даже в пятерке вас нету. Есть. Посмотрите, статисты. 29 забитых мячей у ЦСКА, у 30 и 30 у Локомотива и Краснодара, 38 у Спартака, 39 у Зенита. ЦСКА идет на пятом месте. Я сказал. Ну пятый. А по пропущенным первое. Второе. А Ростов сколько пропустил? Ростов 12, ЦСКА 13. Ростов ничего не пропустил. Ну что ж, друзья мои, не так много времени, а еще хочется насладиться мне тем моментом, который получают сейчас спартаковские болельщики. Кирилл. Да. Возвращаемся с ЦСКА, в принципе, все понятно. Я уже не раз... Это действующие чемпионы России. Я пока не забываем об этом. Вы сами упустили чемпионство. Действующие чемпионы России. Сами. Вы отдали очки Ростову. Угу. Вот это так, Олег. Что? О как! Я не знаю, даже речь потерял. Мне казалось, что это статистика. Всем понятно, кто выиграл по шагу чемпионат на самом деле. Каким образом? Всем понятно, например, для меня выиграл чемпионат России в прошлом году, ну, такой, Игорь Акинфеев. Центральный спортивный клуб армии. Игорь Акинфеев, который на последней минуте, секунде, дважды спас команду. Да. И тем самым, ну, понятно, что он в команде, но сделал команду чемпиона. Для меня лично это так. Давайте посмотрим 24 тур. Почему? Потому что мы уже будем отталкиваться, как дальше будут развиваться события. Итак, ЦСКА на выезде играет с Уфой. Уфа. Я могу себе представить, как будут скрипеть подшипники у стального коня, который собирается обыгрывать Уфу и дальше продолжать бороться хотя бы за Лигу чемпионов. Зенит-Урал. Ну, тут не знаю, восстановится ли Зенит к Уралу. Потому что, ну, психологически... Урал это вообще зверюга. Психологически Зениту будет тяжело. Ростов-Спартак. Наверное, центральный матч Тура, да. Локомотив Амкара. Встречаются два конкурента за Европу, по крайней мере. Терек Анджи, кавказское дерби. Терек у себя дома принимает. Поэтому посмотрим. Мне кажется, матч должен быть интересным. Томи Оренбург, не знаю, на любителей, как говорится, крылья советов. Рубин тоже. Ну, и Краснодар Арсенал. Если уж Краснодару не обыгрывать Арсенал, тогда зачем вообще куда-либо идти и двигаться. Матч Тура. Ростов-Спартак? И почему? Ну, по зрелищности это вряд ли. А так, да. По вывеске. По вывеске, да. Ну, по зрелищности я не думаю, что это будет что-то такое очень уж интересное. Повторись. А что тогда во всем туре нам узнать интересного? Первое поражение Ростова. Вот, Олег, у тебя есть или нет? Это я вам точно говорю. Можете принимать ставки, что первое поражение Ростова будет от Спартака. Это я вам точно говорю. Я думаю, будет хороший матч. Да, я тоже думаю, что «Зенит-Урал» это будет, наверное, если не по вывеске, то по результату один из интереснейших матчей. Потому что, опять же, как ты сказал, Олег, «Зенит» может не отойти от вот этой психологической... Они играли дома у себя на Петровске. Они и Санжи играли дома. Урал, Урал. Причем не на Петровском, внимание. А, да, да. Не на Петровском, а на новом стадионе. А, серьезно, да? Первый матч состоится на новом стадионе. Ну, состоится ли? Там какая-то опять шумиха пошла, что могут закрыться. Олег, вот сейчас как раз у Урала... Там шумиха пошла, что деньги на благоустройство столько выделили, что можно построить был еще один стадион рядышком. Даже Мигель Дани сказал, что эти деньги можно было перестроить в всю Мадеру, где он родился. Ну, так и есть. Урал сейчас будет встречаться с командами, которые выше его по турнирной таблице. По опыту чемпионства и так далее. Урал уже был на подъеме после весенней паузы. И сейчас предстоят очень серьезные игры. Если Урал и дальше будет так идти, как он, в принципе, сейчас идет, то мы можем увидеть интересные встречи с тем же «Зенитом». И я думаю, что Урал может, и, наверное, как и Анжи, да, недавно, который отнял очки у «Зенита», Урал тоже сможет отнять очки у «Зенита». Ну, я думаю, это только болельщикам. Сергей Богданович будет играть больше всего. Это да. Давайте обратим внимание на турнирную таблицу. «Спартак» на первом месте и отставание «ЦСКА» от первой строчки. 10 очков. Мы практически всю передачу только об этом говорим. Азоветно. Сейчас, конечно, «ЦСКА» выгодно. «Спартак» он не догонит, это однозначно. Ему выгодно, чтобы теперь уже «Зенит» терял очки, «ЦСКА», соответственно, набирал очки. Ну и суперплотность, просто суперплотность. «Краснодар», «Локомотив», «Терик», «Уфа» и «Амкар», а три последних вышеперечисленных, так вообще по одинаковое количество очков по 33 набрали. И «Ростов», соответственно. Четыре команды по 33 очка. Ну, дальше команды, которым уже, наверное, ничего не надо. Ни «Уралу», ни «Рубину». Ну и, как всегда, такое турнирное болото, я так назову, «Оренбург», «Арсенал» и «Томи». У меня вопрос, Олег. Первая тройка изменится по ходу чемпионата или все так и останется? Нет. Так и останется «Зенит», ой, «Спартак». «Зенит», «ЦСК». Нет. Запоминайте. «Зенит», «ЦСК». «Зенит», «ЦСК». Ты записывайте. «Спартак», «Зенит», «ЦСК». Не согласны? Звоните нам в программу. Ну и барабанная дробь, которая началась еще в начале передачи и которая продолжается до сих пор. Внимание! «Динамо», «Москва» со следующего сезона будет играть в премьер-лиге, друзья мои! Как складывается эта встреча? Сергей, я специально вот такую заставочку подготовил «Динамо» в премьер-лиге. Аплодисменты коллег. Вернется на свое постоянное место. Вернется, согласен. Обыграна Сибирь. Обыграна Сибирь и теперь уже «Де Юре». «Де Юре»… «Де Юре» мы стали… Нет, «Де Факто». «Де Факто»… «Де Юре»… «Де Юре»… «Де Юре»… «До нашей передачи». «Да, у нас проблема только с Пашей и по Грибняком. Опять с Пашей. Проблема, да. Никуда его не могут деть. Тем более, вот это сейчас показал результат матча. Сибирь-Динамо 3-1. Динамовцы прилетели в Новосибирск без Панченко. Дали ему отдохнуть, потому что не очень хорошо он чувствовал себя. Луценко есть. Да, есть Луценко. Луценко забил красивый гол. Динамовцы без Панченко показали совершенно другую игру. То есть, они не играли на кого-то конкретно, а играли в Панченко. А Луценко не в Уфе играл? Нет, он в Мордовии играл. Луценко где-то только играл. Ну, это да. И, в принципе, по делу обыграли Сибирь уже. Я думаю, сейчас цель поставлена. Тренер не дает расслабиться. Сказал, что наша цель – самое первое место. Выйти именно с первого места, чтобы не опускать планку клуба. Ну и золотые медали никто не отменял. Они особо… Они маленькие, но тем не менее золотые. Болельщики считают, и даже Шунин сказал, что это немножко постыдные медали. Потому что мы не должны были туда. Слушай, все команды были в первой лиге. Динамы не были постыдные. А мы не были. Ну, хотя бы разочек вам надо было оказаться там. Да, понятно. Ну, понятно. Теперь вы, скажем так, прошли. Я думаю, что на твой вопрос отвечаю быстренько. Да, то передача заканчивается. Что усиление будет. Я думаю, костяк сейчас есть. Строится. И команда… Ну, я не говорю, что мы как-то там выстрелим. Это руководство заявляет, чтобы не играть в стыках. Хотя бы. Ну, одно руководство… Это руководство сказал. Другое руководство, что подобраться к кубкам как-то… Все будет зависеть от финансирования. Сохранится ли главный тренер? Сохранится ли свой пост? Ну, пока да. Пока все руководство настроено, что… Ну, а как, понимаешь, он занимает первое место… А бывает. Ну, и бывает такое. Если что-то там изменится в руках… Ну, у нас все бывает. Это же «Динамо», понимаешь? Это да. Ну, что ж, друзья мои. Естественно, я поздравляю всех болельщиков «Динамо» с выходом команды в премьер-лигу. Спартака. В следующем сезоне, естественно, все грани мяча будут еще больше уделять внимание этой команде, потому что она уже будет играть в элитном чемпионате премьер-лиги. Друзья мои, я благодарю всех вас за то, что пришли… За то, что мы сегодня так активно поговорили, жизнерадостно и, самое главное, с эмоциями, с болельщинскими эмоциями. Встречаемся, как всегда, в следующий вторник на телеканале «Видное ТВ» в программе «Все грани мяча». Болеем за своих. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»